Поворот на восток с Николаем Вавиловым. Вообще много было и про переизбрание, и про продолжение развития отношений между Россией и Китаем. Напомню, Си Цзиньпин одним из первых поздравил нашего президента с переизбранием. И в этой связи вопрос, да, все хорошо, но есть опять тревожная информация про переводы юаней, есть другие какие-то замечания сырьевых экспертов. Если смотреть на все это в комплексе, в какой точке сейчас отношения между Россией и Китаем находятся? Павел, давайте начнем с освещения выборов президента Российской Федерации и для, ну скажем так, обывателей, простых голосовавших. Может быть, это стандартная ситуация, ну где-то вот в прессе там освещали эти выборы. Западные страны устроили настоящий бойкот и саботаж выборам президента Российской Федерации. Для них это просто страшный сон. Неизвестно, как я писал на телеграм-канале, что хуже, значит, для Запада. Это победа России на Украине безоговорочно, либо выборы Владимира Путина на новый срок до 2030 года, а там, глядишь, еще и посмотрим, да, то есть, почему? Потому что курс России на суверенный курс, на собственное развитие, без оглядки на Запад, собственное мнение в международной среде, собственно, с сильными вооруженными силами, экономика и так далее. Это то, что очень сильно пугает западные страны, кстати, не пугает Китай. И если на Западе, по сути дела, отвергали и даже готовили операцию по признанию этих выборов нелегитимными, во всяком случае, так пишет западная пресса, о том, что последний момент, значит, руководство Соединенных Штатов запретило странам большой семерки публиковать заявления совместного нелегитимных этих выборов, то есть, такая спецоперация готовилась вообще признать нелегитимными эти выборы, то в Китае ровным счетом все наоборот. Это очень важно понять нашу позицию, значит, позицию Китая по выборам в России, по выборам президента, значит, Путина, да, на новую итерацию во власти. Почему? Потому что очень много разговоров, что вот Китай ведет двойную игру, он, значит, сам себе на уме, и, значит, позиция у него по выборам была какая-то вот, ну, чуть ли не сравнять позицию Китая с позицией Запада. Ну, не сильно, мол, дескать, он и отличается, не особо-то он и друг. Давайте изучим реально позицию Китая, как он относился к выборам. Во-первых, Си Цзиньпин был единственным и самым первым, а это дорогого стоит, если речь идет о члене Совета Безопасности ООН. Напомню, там всего пять государств, один из них это Россия, один из них это Китай, значит, остальные это Соединенные Штаты, Великобритания, Франция. Когда на таком уровне в марте 23-го года Си Цзиньпин приехал к Владимиру Путину после избрания на пост президента, на пост председателя КНР, значит, в третий раз исторически, кстати, потому что никто в истории современной КНР не избирался на третий срок, соответственно, в качестве председателя КНР. И вот когда он высказал эту позицию, это просто дорогого стоит, то есть это, во-первых, уже было год назад, еще выборов никакой кампании началось, и Си Цзиньпин так аккуратно выразил уверенность в том, что поддержка будет на новом сроке Владимира Путина. То есть это очень важно, это очень важно, во-первых, для внутренней ситуации в Китае, и важно для российско-китайских отношений. Далее. Освещение выборов. Многие, значит, злые языки или люди, которые, я так называю, околокитайские комментаторы, то есть которые не были в Китае, читают какие-то там разные непонятные, неподтвержденные источники, и вообще не понимают, как с Китаем работать, грубо говоря, ни слова в своей жизни не перевели, ни юаня не заработали с китайцами, ни одного проекта, значит, и рубля, или там, если на российской территории, не реализовали, а советы дают чуть ли не, значит, высшему руководству, вот можно почитать, вот, затормозили китайцы с освещением выборов, но у китайцев очень четкая позиция именно при Си Цзиньпине, что они не вмешиваются во внутренние дела какого бы то ни было государства. То есть любая публикация в СМИ до итогов выборов, значит, могла бы воспринято быть, ну, скажем так, неправильно, поэтому здесь был абсолютно, как называется, режим, режим, как вы понимаете, как работник СМИ, да, режим молчания, да, режим тишины, правильно его называют, да, по каким-то важным событиям, поэтому, как только итоги опубликовали, ЦИК уже более-менее близкий к официальным результатам, значит, примерно в 12 часов по Москве, в 5 часов вечера по Пекину, значит, Си Цзиньпину последний доклад о выборах 87-28, да, ну, тогда чуть по-другому было 30, там, по-моему, сейчас 20 уже, точнее, 28 целых, да, сотых процента. Все, значит, официальная телеграмма, поздравляем, значит, уверен, что вот, что поддержка, значит, народа состоялась и так далее. То есть это первое. Второе. Во всех, в Эджимин-Жибао открываешь, первая строчка, ну, Байду новости, у нас Яндекс.Новости, да, вот, значит, сейчас первое утро Яндекс.Новости сегодня висело, значит, как Данилов оскорбил из Украины китайцев, да, вот у них также вот эти важные новости, всегда первую строчку занимает, значит, учимся у Си Цзиньпина, Си Цзиньпин провел такое-то мероприятие, то есть всегда Си Цзиньпин в первых строчках, всегда. В этот раз Си Цзиньпин поздравил Путина. То есть это вот, Байду, это было, значит, Байду, это китайский Яндекс, значит, поисковик. Потом Жимин-Жибао, тоже главная страница, значит, телеграмма поздравительная. Главный рупор, фактически аналог Russia Today, соответственно, это Global Times. Два дня подряд висит, значит, Путин переизбран, российско-китайские отношения развиваются, не помню, близко к источнику цитаты. Два дня подряд. Огромная статья, там, по-моему, 3-4-5 страниц за текстом про то, как все будет дальше развиваться и так далее. Два дня висит главная международная новость о переизбрании Путина. То есть это первое. Второе. Как проходили выборы? В Китае. Значит, ну, знаете, думаете, что в Китае такая же ситуация, как в России? Просто идешь, голосуешь, но, во-первых, максимальная безопасность организована китайской властью. То есть просто вот, чтобы никогда, не дай бог, а в Китае очень много украинцев проживает, желающих что-то испортить. Граждан западных стран, НАТО, огромное количество. Ни одного инцидента, ни одного. То есть полиция работала в органы безопасности, чтобы прошли все, как, значит, пописано, вот вся избирательная, значит, история. Все, кто хотел, сходил, проголосовал. Значит, соответственно, вот это вот тоже очень важная история. И что было до этой поддержки? Потом дальше поздравительная телеграмма, соответственно, и на фоне того, что на Западе творится, это беспрецедентная поддержка избирательного процесса, который у нас произошел. То есть можно сказать, что из всех стран, там, не считая очевидных, да, союзников таких, Белоруссия, да, там, каких-то еще приграничных государств, это страна, которая оказала больше всего поддержки Владимиру Путину и выборам избирательного процесса, справедливым избирательного процесса, который прошел сейчас. Почему это важно для китайцев? У Китая сам, как я сказал в начале, значит, вот спича по поводу, значит, избирательной кампании в России, сам Си Цзиньпин вышел на третий срок. Исторически небывалое, значит, событие. Была применена специально для этого изменяя Конституция. Для этого был целый комплекс мероприятий с 2012 по 2018 год предпринят, чтобы эту Конституцию поменять и бессрочно сделать, возможно, ну, не снять ограничения на сроки. То, что Си Цзиньпин идет на третий срок, это беспрецедентно для современной китайской истории, не для 10 лет, не 20 лет, то есть Мао Цзэдун. Он один срок, значит, умудрился всего лишь продержаться своим буйным нравом, значит, потом он не занимал пост председателя КНР. Значит, Ху Цзиньтао дважды сидел, Дзян Цзиньмин дважды, а вот Си Цзиньпин пошел на третий срок. Ему очень важно, чтобы соседи, скажем так, экспортировали легитимность в том числе на этот третий срок. То есть, о чем я говорю, сложные слова, сейчас проще скажу, без избирательного процесса в России, без побед Владимира Путина, Ла Цзиньпина немножко меньше. А так совсем по-простому скажу, чтобы каждый понял, значит, вот всех, кто у нас сейчас условно в разных совершенно местах слушают Вести ФМ, от самого низа до самого верха. То есть, и Россия является не только источником уверенности проведения будущей тайваньской операции, не только источником энергетической, продовольственной безопасности в случае возможной блокады Запада, но и источником легитимности современного китайского политического строя. Это дорогого стоит, это высшая драгоценность, поэтому всегда поздравления. Поэтому Си Цзиньпин прилетел после избрания в Россию, и это нужно, как сказать, высечь в граните, да, и это нужно понимать. Многие потому что думают, ну что там, какая-то одна из гран... Монголия, КНДР, там Россия, много у Китая соседей, но ни одна из них не является столь сильным идеологическим невидимым источником фундаментальных оснований нынешнего изменения реформ китайской власти. Потому что у нас третий срок, у нас пятый срок, какой уже, поправьте меня, да, это является... Пятый срок, да, что пятый срок, где пятый, там и шестой, я так скажу, да, значит, соответственно, является источником легитимности при максимальном давлении Запада во всех точках якобы попытки изобразить китайский политический строй нелегитимный. Потому что вот это витает в воздухе, вот это витает в воздухе, поэтому, поэтому, значит, думаю, что максимальные, конечно, подробности про освещение избирательного процесса я это все, значит, сообщил. Именно поэтому и, с другой стороны, Китай, который нас поддерживает во всем буквально, да, и в дипломатии, и в экономике, и так далее, он стал страной, куда Владимир Путин как будто бы по слухам, но и по логике направляется. Вот я в телеграм-канале буквально за сутки до опубликования. Вот я лучше рейтерс работаю, сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Рейтерс на следующий день только скажут. Воруют, читают, воруют. Ну, знаете, знаете, минутка самолюбования. Ну, что мы люди, да, мы, значит, тоже имеем свои слабости. Целая статья «Японский дипломат» из такой «The Diplomat» из издания японская. Думаю, все по ошибке, что это какое-то британское издание. Целую статью посвятило мне, значит, я ее с 15-го, по-моему, 14-го года внимательно читаю, там внешняя политика очень освещает какие-то внутренние политические вопросы. Не ожидал, конечно, вот где-где там, ну, где-то меня там грязью полили в «Нью-Йорк Таймс», ну, дипломат меня назвал прокремлевским блогером, значит, который освещал и формировал сознание россиян в отношении тайваньских выборов. Я вообще, может быть, пост целый написать, что я, ну, не знаю, так сказать, что здесь, как бы, роль Кремля была минимальная в освещении, значит, тайваньских выборов, но тем не менее посвятили и так далее и тому подобное. Именно поэтому сейчас вот рейтер, значит, я вначале сказал, что, скорее всего, логично, что Путин полетит в Китай за, значит, как ответное, зеркальное действие дипломатическое к Си Цзиньпину, что он, Си Цзиньпин, после переизбранения на 3-й срок полетел в Россию, да, это был, кстати, мы еще, вот, очень важная вещь, то, что я сейчас посвятил, что Россия источник легитимности китайского политического строя современного. Один из, понятно, что китайский народ, история Компартии, избирательное право, 90 миллионов членов Компартии, все это источник легитимности земли, но и Россия, но и Россия, да, чтобы никого не обидеть, значит, сказать, что только Россия, да, и так далее. Это подсвечивает ролевая цветная визита Цзиньпина после 10 лет нахождения у власти, именно день в день, и логично предположить, что, ну, с таким партнером, которым у нас уже 240 миллиардов долларов в тороборот, но с одной страной, у нас даже с Евросоюзом было в лучшие времена где-то 340, там, ну, вот по 400, но это было со всеми странами, а тут одна страна, и с ней 240, и он продолжает расти. Ну, логично было бы предположить, что я сделал такое предположение, что Владимир Путин полетит в Китай, вторую, соответственно, будем уже точно говорить, да, вторую часть мая. Потом рейтер, соответственно, тоже такое уже опросил источники, ну, и ведомости, значит, там, ну, так сказать, этот прицепной вагон тоже спросили своих, значит, высокопоставленных товарищей, да, готовится такой визит. Да, готовится, а Си Цзиньпин в этом, после визита Владимира Путина полетит, соответственно, в Казань, нет, ну, во Францию это так, мимо делом, значит, в Казань в октябре, то есть будет тоже зеркальная вот эта вот история на саммит Брикс. Тем для обсуждения более чем достаточно, да, вот если у нас сейчас 5 минут до перерыва осталось, во-первых, вообще, к какой точке мы вышли на момент визита в конце мая Владимира Путина? Вы обозначили проблемы, платежи, всем весом китайская, американская финансовая разведка, значит, навалилась на проверку контактов России с Китаем, значит, чуть ли до того, что китайцев заставили предоставлять отчет, потому что китайцы работают до сих пор через американскую банковскую систему, до сих пор, это невозможно, доллар пока мировая валюта, но его роль сокращается, это будет стремительно по проценту по 2-3 в год, но это не будет единомоментно. И китайцы все-таки несут риски, потому что им угрожает обрубить вообще все, а то, что американцы могут обрубить, они показали с микрочипами, здесь они могут с банками, это будет тяжело для китайцев в условиях того, значит, сложной экономической ситуации, которая у них сейчас складывается. Ну, такое давление есть, но я могу сказать, как человек из отрасли, внутри которой, значит, с этим всем, ну, скажем так, жалуются мне мои партнеры и знакомые, коллеги и так далее, это есть такой ропот, что, ну, платежи подвисли, да, какие-то вот ищут, перебирают банки различные. Такое количество, которое сейчас, ну, боится работать с Россией, банков становится все больше. Bank of China ввел специальный опросник, чтобы снять с себя ответственность, значит, те, кто читает телеграм-канал, видели, работаете вы с ЛНР, ДНР, Крымом, Сирией там и другими подсанкционными странами, КНДР, Судан и так далее. Если работаете, напишите, значит, как работаете, ВПК или нет, ну, ни один здравый предприниматель в своем уме не будет эти галочки там ставить, но банка читается под американцами, да, что вот мы проверку провели, выявили там энное количество нарушений, все остальное, как бы ничего нет, то есть никакая проверка не может длиться вечно. И китайцы пытаются сейчас пока легальными способами, значит, ну, избавиться от этих надзорных товарищей из западной системы. Что касается реально самих платежей, те, что острые платежи, мы не будем секретов американцам, пусть голову ломают и никогда не догадаются, не найдут, но такие платежи проводятся. Там есть издержки, но, как говорит Остап Бендер, да, существует 400 легальных способов, что он там собирался делать? Честного отъема денег. Честного отъема денег, а тут перевода денег, не нарушая уголовного кодекса. То есть такое существует, такие вопросы, в принципе, решаются. Что касается автомобилей, вот ругаются, дорогие автомобили китайские и так далее и тому подобное. Во-первых, есть поможенная пошлина, защита собственного производителя. Во-вторых, сами китайцы после покупки этих автомобилей, они накручивают 15%. Все остальное, на кого гневаться, это посредники. Ну, как бы, они зарабатывают, да, 100%, по сути дела, и в самом Китае это гораздо дешевле. Все, то есть здесь, как бы, эта проблема не на нашей стороне. Что касается вот еще важных моментов, да, которые, ну, действительно, я думаю, что в рамках Владимира, визита Владимира Путина, хорошо бы все-таки задать вопрос о структурном решении, системном решении вопросов платежей с Китайской Народной Республикой. Но это будет уже не публичный диалог. Это будет не публичный диалог. Ну, в каком точке мы зашли вот эти два месяца, просто статистика, это важно. Во-первых, Россия заняла первое место по поставкам удобрений в Китай. Занимает его второй год подряд. Речь идет порядка, там, нескольких сот миллионов долларов, да. Это только то, что известно официальной таможенной статистики. Отодвинули и Беларусь, и Канаду, и так далее. Россия заняла четвертое место по поставкам сжиженного природного газа, в основном силами поставок из проекта «Арк» СПГ-2. Соответственно, порт Сабета. Рост на 28% за эти два месяца. Четвертое место занимаем. По зерну тоже очень просто. Зерновые там все виды, значит, не только само зерно, разные зерновые, тоже скачок. Хотя, очень важный момент. Россия за последние 10 лет увеличивает экспорт зерна в Китай. У нас буквально минуту даже 10 секунд. 30 раз за последние 10 раз увеличивает экспорт в Китай. То есть успехи колоссальны. Подробности после рекламы. Сейчас новости, затем продолжим. Поворот на восток. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова